Трудные места Писания Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ну, я перевел немножечко понятнее. Носите тяготы друг друга и так исполните Христов закон. Бремена, тяготы, бремена – просто чуть более архаичное слово, а так-то понятно. Во-первых, не очень ясно, что такое тяготы или бремена. Давайте говорить тяготы на современном русском языке. Как-то носить друг друга тяготы. То есть, что исполнять обязанности друг друга, платить по счетам друг друга. Нет, ну, если вы пошли куда-нибудь в пивную, и один раз один заплатил, другой раз другой заплатил, то как бы это и не совсем про то, правда? Если вы взаимно друг другу одалживаете. А если все время платят только один, я беру такой очень простой бытовой пример, но тогда это называется использовать его, ездить на нем. Если кто-то все время делает всю работу, часто, кстати, в жизни история, кто-то без конца выезжает за счет другого. Это вот оно, да? И второй закон Христов. Разве Павел во всем предыдущем послании к Галатам не повторяет без конца, что закон – это вот пройденный этап, потому что закон – это такая нянька для младенцев, которая оберегает младенца немножечко, может, его поругивает иногда, но когда человек вырастает, он в этой няньке уже больше не нуждается. А что же это за закон Христов? Давайте посмотрим на контекст. Вот прямо с начала шестой главы я прочитаю свой перевод. Братья, если впадет в человек какое-нибудь искушение, то вы, как люди духовные, исправьте его в духе кротости, только осмотрительно, чтобы самим не согрешить. Носите тяготы друг друга и так исполните Христов закон. И если кто много о себе думает, а на самом деле он не кто, то лишь обманывает сам себя. Пусть каждый проверяет, что делает сам, и тогда похвалу он получит сам по себе, а не в сравнении с другими. Так каждый понесет собственную ношу. Смотрите, он разбирает ситуацию закона в одном конкретном случае, когда человек впадает в искушение. Потому что в предыдущем послании он говорит, закон, он такой пройденный этап. У нас благодать, у нас вера, у нас все остальное. В общем, мы живем как бы без закона. Отлично, скажут некоторые, значит, все можно. И тогда вот это и называется впасть в искушение. Человек, который живет под законом, вот в рамках этих строгих религиозных правил, по крайней мере точно знает, что можно, что нельзя. Человек, который живет по благодати, рискует, и нередко это происходит, очень легко впасть в любое искушение, сказав себе, да, ведь закон ничего нам не запрещает, мне все можно, значит, и это тоже. Как на это реагировать другим? И он говорит тут, исправьте его в духе кротости, только осмотрительно, чтобы самим не согрешить. Значит, две крайности. Это снисходительность полная, когда делаешь, что хочешь, нас это не касается. И наоборот, такая суровая жесткость, когда человека всячески стараются утоптать и унизить по поводу того, что он согрешил. И вот это и называет он носить тяготы друг друга. То есть грех, который человек на себя взваливает, это тяжелый груз, который он тащит. А вы, те, кто не согрешил, те, кто духовный, считает себя духовным, значит, человеком как бы более высокого уровня, возьмите, разделите с ним эту ношу. Но не так, чтобы впасть в тот же самый грех, а может быть так, чтобы постараться эти последствия для него облегчить. Ну, не знаю, человек спился или попал в тюрьму, да, можно бросить его, сказать, да ну, он сам виноват, а можно его стараться вытащить, а можно его стараться поддержать. И это не значит соучаствовать в его неблаговидных действиях, это значит носить его тяготы. И исполнение закона в этом. Вот закон ветхозаветный, Моисеев, он говорит, чего делать, чего не делать, и какое наказание тому, кто поступает неправильно, да, соответственно, не делает или делает. А это совершенно про другое, это про то, как восполнить недостатки друг друга. И тогда, он говорит, каждый пусть проверит, что делает сам по хвалу, получит сам по себе, а не в сравнении с другими. Такое вечное соревнование, оно есть в религиозной жизни, как в светской, в обыденной, да, все время все смотрят, кто сколько заработал, кто чего добился, у кого там, я не знаю, машина круче, дача дороже, или у кто там лучше занимается спортом, фигура красивая, или у кого там дети поступили в наиболее престижные учебные заведения, или там ведут себя лучше, чем остальные. И Павел говорит, нет, это все совершенно не нужно. Вот тяготы вы разделяете. Когда вы видите, что вы можете подставить плечо под груз, который несет другой человек. А успехи, вы сами проверяете свои успехи, вы не сравниваете себя с другими. И так каждый несет собственную ношу. То есть, можно это понять еще, наверное, так, что ношу-то надо нести самостоятельно, да, не перекладывая ее на других. Вот тот самый случай, когда кого-то заставляют все время платить или все время за всех работать. Но подставить плечо под чужую ношу можно, если ты считаешь себя духовным, если ты считаешь, что ты вправе менять жизнь другого человека, наставлять его, упрекать и так далее, так самый простой способ это сделать — подставить плечо под его груз. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!